Он тихо лежал в своей постели у окна и смотрел в небо. Как же он не любил воскресенье. Ему было очень одиноко, ведь недавно ушел на облака последний мальчик из его палаты. Малыш, невзирая на страшный диагноз, почти не страдал, и только одиночество причиняло ему боль. Днем было легче. Врачи, родители, люди в больничном дворе, снегопад отвлекали его от грустных мыслей, но оставаясь один, мальчик грустил, иногда даже плакал тихонько. Впрочем, что-то подсказывало ему, что осталось совсем немного, и он тоже уйдет на облака в дивный город. А тем временем его родители делали все возможное, чтобы спасти сына. Вот только время утекало, как песок сквозь пальцы. Сумма на лечение была просто огромной. Несколько десятков миллионов. Нереальные деньги. Не помогли ни обращения в фонды, ни сюжет по телевидению. Сумму никак не могли собрать. Уж очень много нужно было. Вот только однажды его родителям позвонили волонтеры и попросили срочно приехать в фонд. А когда те, не зная, зачем их зовут, приехали, то им сообщили. Деньги есть. Вся сумма. Ваш сын будет жить. Родители были в шоке. Но как? Это огромные деньги. Волонтеры ответили, что пожертвование было анонимным. И никто не знал, что далеко на севере на одной из алмазных шахт нашлись неравнодушные. У директора этой шахты был сын такого же возраста, как и больной малыш. Только он погиб в ДТП. Директор, увидев тот самый сюжет по телевидению, собрал весь коллектив шахты. И на общем собрании коллектива предприятия сказал, вы все знаете, как я потерял сына. И что моя жена больше не сможет иметь детей. Мой мальчик был таких же лет, как и этот больной малыш. Да и звали его также. Я хочу попросить вас всех об одолжении. Зима – это время чудес. Тем более, что совсем скоро Рождество. Давайте сделаем доброе дело. Сотворим маленькое чудо. Я предлагаю всем, кто может, перевести деньги на лечение этого ребенка. И первый сделаю это, пожертву в свою месячную зарплату. Полностью. Вы же сами смотрите, кто и сколько сможет пожертвовать. Я никого ни к чему не обязываю. Реквизиты будут в бухгалтерии. Заранее благодарен вам за помощь. Каково же было удивление директора, когда бухгалтер предприятия сообщил ему, что коллектив отказался получить зарплату. Весь. До последнего забойщика. Они попросту попросили перевести этот сумму в фонд на лечение этого малыша. Расстроганный директор заплакал. Слава Богу, что у меня на предприятии работают такие неравнодушные люди, что они понимают, чужой беды не бывает. Вот что. Тогда я и сдам приказ. И мы выпишем им всем премию в размере 100% зарплаты. А деньги возьмем из резервного фонда. Детская площадка может подождать. А больной мальчик нет. Так и получилось. Все работники предприятия получили премию за самоотверженный пруд. Труд, а на самом деле за доброе сердце. Мальчик был спасен. А немного погодя, жена директора пришла домой вся в слезах. Он спросил ее. Что случилось, дорогая? Кто тебя обидел? Почему ты плачешь? Его супруга сквозь рыдание и с трудом произнесла. Милый, я беременна. У нас будут дети. Двойняшки. Директор опешил. Но как? Ведь врачи сказали, что ты никогда не сможешь иметь детей. На что она ответила. Доктор сказал, что это чудо, и его никак нельзя объяснить. Это просто милость Божия. И тут директор понял, что любовь – это самая великая сила во Вселенной. И что если ты проявляешь истинную любовь, то невозможное становится возможным. А по планете, широко улыбаясь, незримым шагал и дарил людям радость, ангел Рождества. Данные события произошли в реальной жизни. А потому автор оставляет за собой право не называть имен героев и дат, а также изменять географию и хронологию событий. Продолжение следует...